Лев – самый известный хищник нашей планеты. О силе и свирепости большой кошки ходят легенды. Считается, что у царя зверей нет естественных врагов. Однако это не так. В Африке живут хищники, которые время от времени обедают львом. Нильский крокодил Нильский крокодил – повновластный хозяин болот, рек и озер Африки. Это огромная мощная рептилия, которая не знает себе равных. Средняя длина крокодилов достигает 3,5 метров, а масса – около 200 килограмм. Однако встречаются и настоящие монстры. Время от времени охотники добывают крокодилов, чья масса достигает почти тонну, а длина тела доходит до 6 метров. Такие чудовища могут сожрать любых без исключения животных – слонов, бегемотов, жирафов, носорогов. Что уж там говорить про льва. Переплывающий реку царь зверей – лакомая добыча даже для средних размеров крокодилов. Не раз большие кошки становились жертвами рептилий или получали тяжелые увечья, когда пытались пересечь водоем в плавь. Поэтому даже крупные львы-самцы не рискуют без лишней надобности залезать в воду. Пятнистая гиена Что в данном списке делает этот презренный падальщик, спросите вы. На первый взгляд гиены никак не подходят на роль грозных хищников, которым по силам сожрать льва. Но не все так однозначно. Пятнистые гиены – это довольно крупные животные. Длина их тела достигает полутора метров, а высота в холке – почти метр. Самки крупнее и тяжелее самцов. В среднем самки гиен весят около 70 килограмм, хотя встречаются особи, чья масса превышает и 100 килограмм. И все же гиены гораздо мельче львов. Куда им тягаться с царем зверей? Однако гиены – это стайные животные, которые благодаря слаженным действиям способны справиться с такими крупными травоядными, как жираф, буйвол и зебра. Иногда гиены успешно охотятся даже на молодых слонов. А еще гиены любят отнимать добычу у других хищников, например, у львов. Против целого прайда им не выстоять, а вот отнять добычу у старых, изгнанных из прайда самцов, они вполне способны. И иногда в ходе таких схваток гиены убивают львов. Не прочь гиены закусить и молодыми львами. Целая стая без проблем справится со львом-подростком, что уж говорить об отбившемся львенке. Гиены слопают его за милую душу. Львы-каннибалы. Жестокий мир дикой природы не терпит сантиментов, поэтому каннибализм среди животных далеко не редкое явление. Бурые медведи и крокодилы охотятся на своих младших собратьев. Рыси некоторые виды грузунов поедают свой приплод, если не могут его прокормить. Случаи каннибализма фиксируются даже у обезьян. Но и львы не исключение. Случается, что самцы умертвляют и поедают львят. Правда, делают они это не из-за голода. Это происходит, когда лев захватывает прайд и изгоняет старого вожака. Нередко захватчик умертвляет и львят старого вожака, чтобы самки могли с ним спариться. В общем, лев – зверь серьезный. С некоторой натяжкой его можно даже назвать царем зверей. Однако даже этот могучий зверь изредка становится обедом для других хищников, не менее сильных и опасных.